19 июня отмечается День прогулки. Его основал немецкий врач Томас Рыбе в ответ на самый распространенный бег трусцой. Эта дата появилась для того, чтобы люди, живущие в тяжелом ритме, остановились, успокоились и прогулялись с друзьями и семьей в парке, сквере или лесу. Вероника Васильева продолжит. Ангарск объединяет эти места в одно. Примечательно, что в городе нефтехимиков множество хвойных деревьев. И на любой прогулке кажется, что ты в лесу. У нас очень много зелени. И вот эта зелень, ты когда возвращаешься в город, ты вновь вдыхаешь этот воздух, и ощущение всего полное, что ты дома. И это очень радует, что у нас есть такая возможность, даже не выезжая далеко, уже сделать релакс, когда выйдешь прогуляться в парке. В многих случаях мы же приходим с работы, и самый тяжелый инструмент у нас пульта телевизора, либо мышка от компьютера, правда? А здесь можно прийти, поужинать, подкрепиться и отправиться на великолепную прогулку. Для здоровья же полезно от 10 тысяч шагов. Не за день, а за единовременно. Ангарск сегодня настолько зеленый. Сегодня лето, солнце. Это самое благоприятное время для прогулок. Можно начать прямо с набережной. Кстати, набережную можно пройти вообще по периметру всей ее и центральной части, и далее, и пройти по всем нашим дорожкам, которые соединяют большой периметр части нашего города. Я бы очень рекомендовала, мне сильно нравится сквер, где есть памятник роли Жеглова Владимиру Высоцкому. Далее, рекомендовала бы зеленый красивый сквер, где кот ученый и сова на ветвях висит. Далее у нас есть прекрасный сквер Ежи. Великолепный, там ручеечек такой же ручит, просто чудесная природа, погода. Можно в аллее любви уточек покормить. Ну, в общем, у нас много сейчас мест, действительно, зеленых главное, где можно прямо пройти и красотой насладиться, и воздухом подышать, ну и прекрасно провести время всей семьей.